21 апреля состоялось очередное заседание общественной палаты Угличского муниципального района. Главным вопросом стало обсуждение системы мер по обеспечению условий для безопасности детей на территории района. В разговоре приняли участие представители местного самоуправления, правоохранительных органов, педагоги, медики и другие заинтересованные лица. У нас богатейший опыт в этом направлении и в регионе, и в нашем муниципальном районе, и методики, и практики обеспечения безопасности детей. Но когда мы готовили наш круглый стол, то мы поняли, что нет еще вот этой единой системы, нет вот некого единого поля взаимодействия, когда все субъекты профилактики безопасности, когда они вот объединены, поддерживают, есть и здесь вот такое сотрудничество, взаимодействие. Мы должны объединить наши ресурсы, наши возможности и перейти к сотрудничеству, к совместной деятельности. Я бы даже сказала, к сетевому взаимодействию на всех уровнях. Данная тема рассматривалась в рамках разработанной в регионе концепции комплексной безопасности «Ярославская область. Территория безопасного детства». Соавтор и руководитель проекта Антон Капралов представил ролик обо всех ключевых аспектах концепции и рассказал о важности создания единого подхода к решению вопросов безопасности детства. Вот эта концепция была принята первой в России. Сейчас проработаем варианты для того, чтобы на всероссийском уровне тоже концепция принималась и распространялась на другие регионы. Многие вещи с этого времени были уже сделаны, и это позитивно. К примеру, стеклопакеты принято на мотивы, причем очень долго мы над этим работали, для того, чтобы защелка не устанавливалась и пускалась. Сейчас проработаем вопрос по поводу светоотражающих элементов обязательно с точки зрения производства. Опять же, те проекты благоустройства, которые у нас сейчас в области реализуются, в том числе детские, спортивные площадки. Сейчас уже принято решение, что если мы областные деньги тратим, и тем более федеральные, то оборудование не должно, например, устанавливаться просто в землю, то есть безопасное покрытие необходимое. То есть, ну вот в этом плане и этот правильный подход. Участники круглого стола рассказали о наиболее частых проблемах, с которыми приходится сталкиваться. Речь шла об информационной безопасности в сетях, о состоянии здоровья детей, о роли семьи в психологическом благополучии ребенка и многом другом. О защите прав несовершеннолетних в Угличском районе рассказала начальника отдела по делам несовершеннолетних Ирина Федорова. Мы ведем мониторинг нарушаемых прав детей. Вот в 2021 году у территориальной комиссии было выявлено 12 случаев нарушенных прав. Из них, значит, пять в сфере образования, создание условий для проживания в четырех семьях и паспортизация в отношении троих несовершеннолетних. Ну, все как бы приняты были меры необходимые, и все нарушенные права детей были восстановлены. Участники встречи делились мнениями по вопросам безопасности детей, а также искали пути взаимодействия для решения существующих проблем. Начальник отдела ГИБДД Антон Росинов привел печальную статистику детского травматизма в результате ДТП и рассказал о методах пропаганды безопасности детей на дорогах. Гостом у нас предусмотрена у каждого детского учреждения установка вот такого светофора, который вы видите на слайде. Это светофор Д7, он предусматривает подсветку в темное время суток, то есть желтый мигающий сигнал светофора. У нас, к сожалению, на территории района нет около детских учреждений ни одного такого светофора. Это очень печально. У вас в области как-то может получиться в этом плане продвинуть, даже не только в части, может быть, Углического района, а в целом в области, потому что это все равно часть комплексной системы обеспечения безопасности детства. Что мне понравилось, находясь здесь, то, что мы не пытаемся и не пытались на этом мероприятии показать, какие мы хорошие, как у нас все хорошо. Мы говорили о конкретных проблемах и о вариантах их решений. Для себя я несколько моментов сам отметил, которых, по крайней мере, в других районах я не слышу. И сейчас будем прорабатывать эти варианты. Например, трудоустройство несовершеннолетних, что сейчас невозможно это сделать в учреждении культуры. На мой взгляд, это, наверное, все-таки неправильно. Понравилась идея, которая от правоохранительных органов прозвучала в сфере безопасности дорожного движения. С точки зрения оборудования специальными светофорами точек сейчас тоже будем анализировать. Через такую программу можно завести и начать вот это движение. Ну и в целом вопросы подготовки педагогических кадров. Потому что идей очень много. Если эти идеи внедрять не только во все образовательные учреждения Углического района, но и во все образовательные учреждения области, на мой взгляд, это позитивно повлияет на развитие и школьников, и безопасность наших детей. По итогам работы Круглого стола всем участникам были даны рекомендации более детально и со всех сторон изучить данную проблему и подготовить предложения с выходом на региональные и федеральные структуры для того, чтобы принять необходимые меры, которые позволили бы изменить ситуацию. Организаторы выразили надежду, что эти рекомендации станут хорошей базой для дальнейшей деятельности. Продолжение следует...